Приветствую вас, дамы и господа, с вами по-прежнему Rears, это игра Ark Survival Evolved. Это выживание кочевника, где мы выживаем без базы, без летающих животных. Сейчас мы находимся на карте Вальгуэра ПВП и продолжаем свой путь. За окном там что-то ездит, наверное машина. Окей, на чем мы остановились в прошлой серии? В прошлой серии я построил вот такую базу на Бронтаче. Давайте покажу вам ее изнутри, как она выглядит. Снаружи это вот такая коробка здоровенная, а внутри вот полноценная база со всеми удобствами. Шикарно, просто шикарно. У нас есть еда, есть все станки. Осталось поставить сюда кровать и печку. Кровать будем сюда ставить, а печь как и бловарка. Ну и также гриндер еще хочу поставить на крыше. Меня спрашивали, зачем ты построил железную базу? Какой от нее прок, если она все равно на Бронта? Если тот же Гига придет и сгрызет тебе Бронтача, а не будет грызть свою базу. Логично, но железная база дает плюс 10 крутости, если вы не знали. В будущем построим ТЭКовскую. И все базы у нас будут теперь железные на Бронтачах. Также осталось мне построить плавилку. Эту переделаем, построим. Но построим ее уже на новом месте. Я тут за кадром ставил железные шипы, потому что деревянные разрушаются очень быстро. Решил потратиться на железные. Но понял, что, видимо, сделал это зря, потому что мы сейчас переезжаем уже. Место готово, я там его застолбил, сходил. Переедем на видео. Сейчас сначала только найду свой лут, переоденусь и погнали. Хитинова железная броня надета. Это значит, что пора продолжать наше приключение увлекательное. Давайте-ка вот так сделаем. Надо набрать воды и отправимся переезжать сейчас в этой серии. Тут у меня плавится металл. Плод я потом, наверное, подгоню куда-нибудь. Или пускай он стоит здесь, укует. Но лучше с плота все выгрузить. Давай-ка будем подготавливать наших животных для переезда. А, точно. Вышло же очень много серий. Пока я записывал и выкладывал другие серии. И это значит, что имена для животных уже скопились. Давайте-ка назовем для начала рексов. У нас есть три рекса. И есть еще, кстати, трайк. Можно трайку имя дать. Давай, наверное, начнем с трайка. Есть серия, где я приручал трайка. Сейчас иду туда. Нас интересует ролик из сезона выживания кочевник. Как быстрее всего найти нужный ролик. Это нужно зайти кочевник и табун. Плейлист. Тут уже 12 серий. Нас интересует серия с трайком. По-моему, опять бомж. Это она была. Это серия? Нет, профессиональное приручение. Профессиональное приручение. Здесь мы приручали трайка. 6600 просмотров. Отличное количество просмотров. Лайков, конечно, уже тысячу не собирается почему-то. Вы не хотите, видимо, чаще ролики видеть. Вот у нас марафон. Если мы собираем тысячу лайков под этим роликом. Ну, под вот этим, который сейчас идет. То следующая серия выходит мгновенно. Итак, давай смотреть комментарии. Рогалик предлагает имя первое назвать. Гейминг Про. Петрушка предлагает кого-нибудь назвать. Ержан. Три полоски. Таран. И все. Ну, мне понравилась Петрушка. Давайте назовем Петрушкой. Людмила Карапускина. Отлично. Называем тебя Петрушка. Петрушка. Отлично. Теперь нам нужны Рексы. Рексы у нас были в серии «Оно тебя сожрет». 4800 просмотров. Почти 700 лайков. И давай смотреть. А, да, Плот еще. Плот нормальный. Давай сначала Плот назовем. Субмарина. Плот предлагает назвать. Плот Воображение. Нейм Матвей. Давай-ка твоим воспользуемся названием. Отлично. Плот Воображение. И теперь Рексы. Чучхела. Давайте я сейчас выберу имена, которые мне понравятся. Три штуки. И вам скажу, кто их предложил. Вот уже первое имя. Сразу мне приглянулось. Она Кирилл Гершевский. Предлагает назвать Просрочка Белого Рекса. Ну, видимо, потому что он у нас превышился фиговый. Отлично. Вот. Сержи Барн предлагает назвать Демоника. Самку Рекса. Давай, на котором мы гоняем. А это самец, на котором мы гоняем. Тогда вот этого Демоника. Все. Назвали. Коробочка сметанки предлагает назвать Рекса Локи. Вот мне нравится название. Пускай будет этот Рекс Локи. Отлично. Рексов назвали. Теперь у нас Бронтачи. А Лукарт Про предлагает назвать Живи Блин. Еще приписка там. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Я вот хочу, чтобы основная база наша жила долго и счастливо. Живи Блин. Отлично. Лиана Ку предлагает назвать Ягодилла. Ягодиллу. Отлично. Все. Все имена даны. Все. У нас больше пока животных нет. В этой серии я планирую приручить... Как он называется? Скажите мне. Ютирануса. Прямо планирую приручить Ютирануса, как я обещал в прошлой серии. В этой серии Ютиранус. Переезд. Ютиранус. И еще сходим на экстиншен. Кое-что выучим. Ну, еще нужно нам построить будет плавилку. Попробуем провернуть. Хорошо. Сейчас я разгружаю Бронтачей, чтобы они могли ходить. Тут уже, смотри, по 8 пунктов можно прокачки вшатать. И вырубаем захват экрана. И погнали. Да, кстати, господа. У нас появилось уже 8 спонсоров. Подробнее про этих спонсоров. Точнее, не подробнее даже про этих спонсоров. А имена этих спонсоров будут в конце ролика. Теперь у нас новая фишечка такая появилась. Если хотите засветиться. Даже не то, что засветиться. Это моя такая небольшая благодарность будет вам за то, что вы поддерживаете YouTube-канал Rears Games. В конце ролика ваши ники, подразделения, к какому подразделению вы относитесь, будут светиться. Если кто не в курсе, давайте я вам быстренько расскажу, что же за спонсорство такое. Нам опять понадобится захват экрана. Вот, смотрите, есть тут такая кнопочка спонсировать под видео. Нажимаем на нее. И несколько позиций есть, где можно поддержать вашего любимого ютубера. Это Додошка, Раптор, Тираннозавр Рекс, Гигантозавр и Титан. Для самых элитных поддержателей канала, так сказать. Рапторы это наша самая первая группа, которая была создана. Раньше еще нельзя было подразделение выбирать. И вот Рапторы это наши самые такие, одни из первых спонсоров, самые любимые. У нас есть 6 Рапторов, один Додошка, один Тираннозавр Рекс. Вот какие бонусы даются. Вы получаете доступ ко всем вот этим значкам, ко всем смайликам. Ну и благодарочку от души. И, конечно же, в конце ролика вы появитесь. Рапторы получают доступ к секретному Дискорду. Он пока еще в разработке. Скоро я сделаю Дискорды, где все спонсоры могут быть в этом Дискорде. Сидеть, присутствовать и наслаждаться этим замечательным движением. Тираннозавр Рекс получает еще, помимо всех этих бонусов, которые были раньше, еще и мою искреннюю благодарность. Гигантозавр получает все те же самые бонусы. Нереально огромное спасибо. И участие в голосовании за следующий ролик. Это будет в Дискорде происходить голосование. Ну и Титан. Совместные сеансы игры. Так уж и быть, если у нас появится какой-нибудь Титан, то во что-нибудь поиграем вместе с вами, господа. Хоть как-то смогу вас отблагодарить за такую поддержку. Ну все, теперь вы в курсе, что тут за бонусы есть. И как-то получить все. Продолжаем наше выживание. И в конце ролика появятся все эти некие, все спонсоры, которые нас поддержали. Также еще есть идея сделать комментарий дня. Выбрать самый лучший комментарий из-под последнего ролика. Из-под крайнего. И вставить в этот ролик. Также будет работать и со следующим роликом. У нас уже была такая фишка комментарий дня. Потом я от нее отказался. И теперь хочу ее возродить. И вот сейчас вы видите на экране, сейчас перед собой, сегодняшний комментарий дня. Лобысь, вот такой он. Все, господа. Итак, теперь занимаюсь я теми этими делами своими. Сначала отводим рексов. Недавно, кстати, вышло обновление. Оно вот, по-моему, сегодня даже вышло. Вот на данный момент записи серии. Не знаю, когда оно выйдет. Но оно вышло сегодня. И теперь креоподы можно крафтить не только в лучах. А теперь еще и в обычных терминалах. Это, блин, не чудо, господа. У нас есть несколько креоподов. Я сейчас предлагаю живку мелкую сложить туда. Всех волчков, паучков и так далее и тому подобное. Да, блин. Все, хорош. Давай искать, где же креоподы лежат. По-моему, они и лежат в локе. А, нет, не в локе. Значит, в ягодиле. Нет, не здесь. Значит, живи, блин, живи. Да, здесь. Четыре креопода у нас пока что сделано. Рексов, я думаю, проведем так. А вот аллазавров всяких. И прочих ребятишек лучше сложить в креопод. Вот. В живи, блин, положим. Шесть тысяч жизней уже. Жизней, говорю. Шесть тысяч веса. Лобысь. Лобысь. Тихо. Так, креоподы я, конечно же, выложил. Отправляем в креопод. Теперь шашландоса надо выложить. Раптора возьмем с собой. Трайка еще нужно будет положить. Кибернетический кочевник живет своей жизнью. Вейкап самурай, как говорится. Так, раптор будет за нами бежать. Он, в принципе, быстрый. Кто там в нем? Надо из него выгрузить тоже все. На всякий случай. Тепличку еще делать. О-о-о. Кибернетичей томить. Хороший теперь трайкосик. Ой, раптора надо было. Да зачем я раптора загрузил? Кто мне скажет? Я хотел волчару загрузить. Раптор-то быстрый. Давай, раптора выгрузим обратно. Лобысь! А вот этого заберем с собой. А что в нем было? Ну, кожица немножко. Кожицу заберу со стрелами. Итак, господа, теперь нам нужно сделать следующее. У нас еще половина места есть у бронтача. У этого сколько? У этого еще дохренища. В него будет весь металл ложиться. А, кровать сделать. Точно, сейчас кровать сделаю. Классится, металл не ложится. Классится. Делаем кроватку. Я думаю, одной будет предостаточно на базе. Кроватка пойдет. Слишком много постройок уже. Слушай, блин, на кибловарку не влезет. И кроватка не влезет. Чего ж тогда я лишнего поставил? Термошкаф один уберем. Потом у нас будет теплица. И мы туда перенесем все термошкафы и холодильники. Будет в теплице все располагаться. Чтобы поставить кибловарку, я снесу вот эту штуку. Фонарный столб один. А с проводкой можно тоже начудить по-другому. Электрический распределительную вот эту вот коробку можно поставить вот сюда. Прямо сразу в электрогенератор. Не обязательно нам вертикальный провод. Провод можно было и не делать. Так что еще постройки будут. Не переживайте. Сейчас мне нужно выгрузить все из плота. Блин, бронтач. Он получает люлей. Все хорош. Доплавится потом. Сразу разбираем. Хотя пускай будет, наверное. Так. Не могу достать. Все сюда. Наркоту забираем. Определенно. И камушки. И все идет сюда. Вот пускай будет. Потом будем им пользоваться. Ну на всякий случай. И все. Теперь разбираю все остальное. Все закидываем в этого красавчика. Предлагаю, кстати, все постройки открыть здесь. Пускай пользуется, кто хочет. Ну и все. Я все разобрал. Так, металл хватает. Теперь что делаем? Можно слушать сделать седло, попробовать. На рексов оставшиеся. Сейчас кожу пособираю. Со всех рексов. И волокно. Что еще нужно для седла? Ну металл. Это у нас есть. Это вам не это, как говорится. Раз. Волокна не хватает. Ты представляешь? Два. Три. Все, крафтится. Пока крафтятся седла, я жалую их. Зря я уходил с него. Я хочу поставить плавится металл в печку. И тут седла сделались уже. Кстати. Животных можно в холодильник положить. Вот сюда. Пока крио холодильника у нас нет. Они будут дольше хорониться в два раза. Все. Надеваем седла. А зачем я сделал три седла? Если у нас всего три рекса и на одном уже было седла. Ладно. Будет запасное. Мало ли. Еще кого-нибудь притомлю. Пускай оно лежит вот тоже в ягодилле. Итак. На локи. Насаживаемся. И помчали. Ждет нас, господа, переезд. О. Забыл еще разобрать. Ой. Что? Разобрал. Осталась только кормушка. Мчимся в бой. Ведем за собой караван. Какая шикарная база. Прям не нарадуюсь. Полимер пригодится. Вон там уже спалили меня в чате. Давайте напишем. Всем привет. Ну и погнали домой. Новый дом. Что-то бронтачи приуныли там где-то. Великая миграция. Часть вторая. Правда тут мы пройдем-то чуть-чуть. Все. Помчали. А. Тут же не заберется эта херня. Кстати. Лучик. Ну-ка сколько у него осталось? 100 из 100. Отлично. Погнали. Сейчас наделаю еще криоподов. Еще 10 штук смогу сделать. Даже 11. Весь полимер в себя перекладываюсь для начала. Теперь. Позже. Не знаю. Нужна, не нужна. Сейчас буду смотреть. Может криохолодильник сделаем один? Электроника 15. Кристаллы. Полимер. Давай криохолодильник один забабахаем все-таки. Сейчас дойдут наши шурушеры. Так. Волокна. Электронику пойдем шукать. Сейчас металла немножко. Блин. Там надо ножка металла. Электроника. Кристаллы по-моему нужны были. Сотку возьмем. Ага. А слиток металла нужен, а здесь нефть нужна. И слиток металла. По-моему я нефть всю переделал. Я сейчас криоподы не смогу сделать. Твою мать. Ладно. Хотя бы криохолодильник и забабахаем. Делаем. Одного хватит криохолодильника. Забираем остальное. Это все сюда пойдет. Криохолодильник. На этой базе поставим. Даже не знаю. Давай один холодильник уберем. Хотя нет. Фонарь уберем. И втыкаем сюда криохолодильник один. Нужно отойти. Нет. Во. Теперь да. Теперь нормально. Хорош. Криохолодильник, который починит нам криоподы. По идее. Нет? Не знаю. Посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Отлично. Фух. Ну я пошел на базу. А вот и ютик. Смотри-ка первый. 150-й ютиранус. Ну блин. Прям сейчас его томить. Ну придется убить, мне кажется. Он сейчас не даст нам пройти. Давай убиваем. Черт с ним. Жаль, конечно. Ну что поделать. По-другому никак. Вот еще один. Сейчас по-любому 150-й тоже. Нет, 20-й. Это как с тем Текрексом, блин, было. Давайте бронтачи. Тоже металл, кстати, здесь есть. Че они делают? Я не понимаю. Ты-то куда лезешь? Я буду долго ржать, если он пройдет сейчас. Ну видимо нет. Давай сюда спускайся. Дурик. Давай, 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 давай. Иди сюда. Здесь надо кое-что подразобрать. Локи. Бронтач еще не забрался. Да что такое-то? Чертовые переезды ваши, а? Забрался вроде. Давай, 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 давай. Ну. Вроде идет. Да, идет. Под свет увижу. Исходящему от его. От его замка. Железного. Ждем, когда заберутся. Поставил себе чаечек. Сейчас чаечка бахнул, чтобы взбодриться немножко. Так, а я, по-моему, уже дошел до нашей базы, где она была на ПВЕ. А нет, до перевала нужно нам идти, да? Это где-то здесь должен быть этот замок, не замок там. Типа форт. Прикинь, я его потерял. А, вон он. Все, нашел. Отлично. Ждем братачей, когда придут. Тут и ютики сразу ходят. И водица рядом есть. Отлично, слушай. Можно будет водопровод протянуть. Ля, 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 ля. Пирораптор лютый. Бежит, бежит, бежит. Тоже какой-то. А, не, маленький. 20-го левела. Подзастрял, что ли? А подрастрять не хочешь немножко? Подрастрял. Заваливаемся в форт. Красивый, смотри какой, а? Шикардос. О, здесь волки. Вон мои фундаменты стоят. Дай-ка их. Того самого, у самого ржевого. Под мейтбустом-то как дамажит наш Рекс. Это просто сказочка. Давай, 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 давай. Заходи там. Ну хорошо, они сами сейчас дойдут. Опять голоден. А в тундре-то уже прохладно, слушай. Бронтач пытается зайти один. А второго я не вижу почему-то. А вон второй, по-моему. Да, он пытается залезть. Ай, носороги, блин. Кыш нахрен, с пути моего. Перешагнет через труп? Да, через трупы врагов перешагиваем. О, Бронта залез сам. Так, отлично. Я на месте. Теперь что делаем? Сейчас крафтим шипы какие-нибудь. На все, что у нас есть. Еще есть шипы. Железные пока делать не буду. Железные в будущем сделаем. Сейчас пока деревянные. И запиливаем 15 шипов. 15 шипов будет маловато, нужно больше. Не хватает дерева на это все. 17. Нет, видимо, волокна не хватало. Давай смотреть. Здесь волокна нет. Он там есть, но я туда не доберусь никак. Не, можно попробовать так-так сделать. О, магия. Не иначе. Все, запиливаем шипы. Ждем, когда они сделаются. И вперед. На экстиншн. Железные шипы, видишь? 25 железа нужно. Я 10 железных могу только сделать. Ну, железо сейчас будем фармить немножко по-другому. Очки еще есть? Есть. Сейчас зайдем на экстиншн. Изучим там все, что нам нужно. И отправимся сюда. Добро. Кровать здесь есть. А я ходить могу уже. Помимо шипов нам нужны ворота. Ворота у нас во втором. О, все, идем ставиться. Можно сюда ворота поставить, но пока сюда не будем делать их. Воткнем первым делом вот сюда воротины. А, бегемоты понадобятся, да? Давай пока поставим так. Потом бегемоты сделаю. Тут пройти можно, да? Вот так. Вот так. По-хорошему нам это все бы заставить шипами. М-да. Ну окей, давай все заделывать шипами. Бегемоты выучу. Ладно, пошел фармиться, короче, на все это дело. Так, господа. Продолжаю записи этой серии. Эх, записывал я ее утром. Сейчас вечер на дворе у меня. Пришлось сделать небольшой перерыв. Но я за кадром время не терял. Зря притомил Бронта. 3000 жизни у него. 3000 веса у него было. Прокачал ему 3 левела уже. 25-го левела, по-моему, получил с Ипликом. Приручил еще Анкилку. Бронта был, по-моему, 150-й. Анкилка была. Но если мне не изменяет память. То ли 135-я, то ли 140-я. Что-то такое. Анкилки я решил качать урон. Так, господа. Теперь, что я хочу сделать. Я все подготовил для того, чтобы сходить на Extinction. Да, кстати, забыл показать вам базу. Я тут немножко хапокумекал. Пофармил. Построил. Поднялся. Вот сделал такой подъем здесь наверх. Тут поставил фундамент. И пока здесь стоит только кровать. Не знаю, буду еще что-нибудь здесь делать. Но основная база по-прежнему у нас вот там находится. Это как не база. Это просто такая отдушина для себя. Просто такое платое. Хотел занять это место. Занял. И вот решил вот такую хернющую здесь построить. Что она пока дает, непонятно. Шипы везде поставил. Решил на нижний радиус не идти. Нам вот этого верхнего самого максимального радиуса хватит за глаза. Вот так выглядят шипы. Там ворота. Бегемотины пришлось поставить. По-моему, три штуки. Вот здесь все в шипах. Железный пока не стал. Тоже делать все из дерева. Бегемотины вот. Раз. Два. А, две бегемотины. Не три. И внизу еще обычные ворота стоят. Окей. Берем нашего Рекса. Локи. Придумывайте, кстати, имена для Анкилки. Для Бронтозавра для нового. Хотя для Бронтозавра могу взять из старых видео. Сейчас нам нужен луч. Я все подготовил для того, чтобы сходить на Экстиншн. Он взял с собой стрелы. Мало ли сейчас по пути встретим. Надо вот так сделать. По пути встретим Ютирануса. Он нам пригодится. Топовый какой-нибудь. Хочу приручить все-таки Ютирануса. Пойдем искать луч. Трансфернемся. Вон, вижу, луч падает. Пойдем туда. Взял Криопод. Сейчас загрузим Рекса в Криопод. Все из него выложил из Рекса. Трансфернемся на Экстиншн. Там побегаем на Рексе. Взял с собой бензопилу. Потому что, я так полагаю, что эти воздушные шары, которые я хочу выучить на Экстиншн. Они делаются из древесины аберрантной. Ну, на Экстиншн тоже водится эта древесина. Также на Экстиншн. В принципе, есть все ресурсы с аберрацией. Либо их аналоги. Которые похожи на те самые ресурсы. Но только немножко другие. О, Альфач. Пойдем замок. Загасим его. Ну, и также здесь у нас есть как бы аберрантный биом на этой карте. И мы сможем, если что, формировать ресурсы здесь. Которые нам нужны. Ну, я на всякий случай там. Еще хочу формануться. С трансмиттером у нас проблем там не будет. Потому что там терминалы везде стоят по миру. Будем в городе тусоваться. Блин, как-то опасно, слушай. Столько кабанов. Опять карна под хилом. По 330 уже лупит наше существо. Это круто. Это, господа, круто. Так, я его сожрал. Сейчас пойдем посмотреть, что там есть по луту. Только для начала нужно убить кабанчиков. Отлично, остался последний кабан. Кожаные перчатки. Арбалет еще один. Все, отлично, нормально. Так, идем. Луч уже опустился. Сейчас посмотрим, что с него можно утонуть. Это золотой луч. Желтый. Если золотой каемочкой, будет вообще шикарно. Оно, по-моему, обычной без каемочки. Сразу перекладываем то, что мы возьмем с собой. Вот так стрелы еще возьмем. Это все пускай будет уже там. Итак, Лучецкий. О, тут кровать вот-то воткнул свою. N1S. Так, давай смотреть, что здесь лежит. Бензопила. О, фляжка. Отлично. Отлично. Берем фляжку. Берем бензопилу. Можно взять на богомола седло. Да нахер, но нам не нужно. Седло на богомола. Загружаем Рекса. Креопод. Локи. Сейчас посмотрим. Хожу возьму на всякий случай. Мало ли, что там случится. И все. Переносимся на другой сервер. Пока томить никого не будем на экстиншене. Потом как-нибудь сходим. Я хочу сейчас просто сделать то, что нам нужно. Все. Выгружаем Рекса. Идем в Теграммы. Экстиншен. И изучаем ящик. Пузырь газбакса нужен для этого. Блин, ну можно порезать их сейчас будет. Вот эту штуку выучим. Для начала. Вот эту штуку выучим. Эту штуку. Загон для Дина тоже пригодится. Выучим. Педестал большой. Маленький. Средний. И давай большой выучим тоже. Седло для гачи. Газбакс. Нестабильный осколок элемента. Давай выучим. Нестабильный элемент тоже выучим. Тег мост не будем. Тег гравитационной гранаты не будем. А нужен ли нам мег? В принципе он делается из говна и палок. Ну если что. Ну на всякий случай выучим мега. Там дальше разберемся. Итак. Хорошо. Где же делается этот пузырь? Пузырь делаться должен в руках. Нет. Не в руках. Давай еще раз экстиншен. В руках должен делаться. Короче нужен пузырь газбаксов. Идем формить газбаксов. Это конечно печально. Что нужен пузырь для них. И будет обидно. Если нельзя будет ими пользоваться. На другой карте. На аберрации допустим я пользовался. Этой штукой она не летала. Вы наверное не знаете как это пользуется. Наверное некоторые это знают. Очень удобная штука по фарму ресурсов. Этот элемент. Как он называется? Пузырь этот вот. Он представляет из собой ящик с воздушным шариком наверху. Мы ставим его на землю. Закладываем в него ресурсы. И нужно нам сделать на карте координаты себе. Как они делаются. Видите вот база. На базе это старые координаты. Еще с прошлого или с позапрошлого вайпа. С прошлого вайпа остались. Когда мы здесь выживали. Для этого нам нужно допустим поставить какую-нибудь координату. Мы берем GPS-ник. И если знаем свои координаты. То можно без GPS-ника это делать. Открываем карту. Нажимаем на английскую P. Надо слезть. 8. Нажимаем на P. Вводим сюда ширину. Это вот эта вот штука ширина. И долготу. Это вот эта штука. Называем как хотим. Выбираем какого цвета будет метка. Название должно быть на английском. И нажимаем принять. И появляется метка на карте по этим координатам. Затем мы в Газбаксе. Вот в этом вот пузыре. Самом выбираем. Куда нам отправить этот луч. И вот по этим координатам они идут. По этим меткам которые добавились к вам. Теперь нам осталось найти Газбаксы. Это нужно наверное идти за пределы. Блин я еды с собой взял мало очень. Хотя нет. Есть еда. Нормально. Есть фляга у нас наконец-то. Крафтить не надо. Хотя там она не так уж сложно крафтиться. И вот таким образом можно формить металл. Слотов я не помню сколько у него. Но вес не учитывается в этом пузыре летающем. Можно спокойно загружать полный пузырь этот. Отправлять его. И он будет вести вам ресурсы. Но только по моему он одноразовый. Он разрушается потом. Когда прилетает. Тут одного бы Газбакса найти. Ой-ой-ой. Здесь очень быстро расходуется еда с этим дебафом. Идем обратно. О. Не пропущу. Экс тягача. Вот этих можно инфорсеров подраконить. Ну-ка давай. Их здесь много. Мы сейчас набьем ресурсов. Защитников. Убьем одного. Что с него падает? Да, слушай. Нормально можно. Угу. Я здесь пожалуй задержусь на экстиншене. Пофармимся немножко. На гики бы сюда прийти. Было бы вообще шикарно. Газбакса пока не видать. Инфорсера можно поубить. Поубить. Русский человек опять. Русскоговорящий. Поубиваем инфорсера. Так, он какой-то дебаф кидает. Что это дает? Оглушение. Угу. Ну с него больше всего падает пока что. С инфорсера. Газбаксов пока не видать. Пони даже здесь ходят. Вот с этих вот штук. О! Даже так можно рексом кусать их просто. Прикольно. Вообще колобком больше всего добывается. Если колобком разрушать. Ну блин. Я не знал что рексом можно. Ну давай рексом поформим. Дары вымирания. Что там уже? Неплохо слушай фармиться. Реально можно ходить на рексе и фармить металл. Кто бы мог подумать тогда что такое вообще возможно. Когда-либо будет. Был баг одно время что гига фармил дерево. Ну чтобы вот так прям все серьезно было. Такого конечно не встречал. Лишние ресурсы можно загружать в терминал например. Я же в инфорсерах убивал. Мне должны были рецепты выпустить. Вон терминал вижу. Ну если идти на вымирание без базы будет сложно здесь. Что-либо делать. Ну если на постоянной основе. Не покочевать я думаю здесь. Уж лучше делать базу какую-нибудь себе. Так вот рецепт выпал. Подбираем. Простой предмет инфорсер. Одна попытка чтобы его сделать. Уровень 34. Что там нужно чтобы его сделать. Элементная пыль 500 штук. Ну в принципе реально. Окей идем сюда. От одного газбакса дайте мне пожалуйста. Ооо я прям в метеорит что ли пошел. Ладно идем обратно в город. Так надеюсь меня не прихлопнуло сейчас. Она зависла игра. Уфу как развисла. Ну уходим. Нужно было отойти опять. Перед тем как я вырубил запись. Ну после того точнее как я вырубил запись. И искал место. Куда заныкаться. Я нашел газбакса одного. С него падал. Упал вот. Пузырь газбакса одна штука. Этого мало конечно. Нужно больше. Сейчас побегаем посмотрим. Может быть еще найдем. Если нет то. Он по моему газбакс. Да. Газбакс. Погнали. Пока он никуда не улетел. Загасим его. В инвентарь не падает. То что с них добываешь. Это падает на землю. Нужно подбегать и собирать сундучок. Разделываем всех. Какая личинка. Все. Собираем с него. Забрали. Отлично. Инфорсера конечно же надо подшатать немножко. Чертежи пособираем с них. Где еще личинки? Правда это не личинки, а гусеница. Ну не имеет. Значение. Что-то дофига кристаллов вся забрала на кристаллы. Собирать уж не буду. Вот металл можно. Он плавится один к одному. Очень удобный металл. Вон вижу газбаксы. Вон 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 вон. Это камень. Обидно. Так там база чья-то видишь? Чёртовы газбаксы. Смотри, Тобижара забагованный. Можно на изи тамануть его. 115 левела неплохая. Эх, не успели. А нам и не нужны они. Нашел еще одного. Подбираем. А, два даже пузыря с него упало. Вфига себе. Четыре пузыря у нас уже есть. Гачапон чей-то здесь стоит. Ох ты, какой фонтанчик. Классненько здесь. Первый раз его вижу, слушай. Эх, как приятно бывает по мостовой прогуляться на Рексике. Под цветом фонарей. И чё надо? За мной идешь? Походу, да? Странно. Обычно вы не нападаете. Так, я тут нашел еще одного. Быстрее, пока он не надулся. Жирный ты какой, а? О-о-о-о. Ну все, понятно. Улетел, но обещал вернуться. Да не хотел я вас бить, сударь. Уважаемый. Я газбакса хотел бить. Где эта херня, блин, здоровенная? Зашибись, блин. Вот она. Да е-мое, как за воздушным шариком. Давай, 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 быстрей. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да-да-да-да-би. Есть. Отлично. Пойду-ка я сам с него утону. Куда его тело бренное улетело? Ебкарный бабай, а? Мне даже дропнуть нечего. Ладно, четыре штуки хватит. Ищем терминал и уходим отсюда. Может скрэп дропнуть немножко? Давай дропнем. Вон терминал вроде. Либо что-то очень похожее на него. Нет, это фонари. Да, блин. Так, 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 так. Оп, оп. Отлично. Угу. Разведчика нашел 20 уровня. Только так репликаторы-то делаются. Ну, нахер нам эти рецепты не нужны, оказывается. Ай. Мне теперь бы просто отсюда выбраться уже. Ни одного газбакса, блин. Буквально несколько минут назад было несколько терминалов. Теперь нет. Ни одного. Нашел. Итак. Делаем следующее. Все полезное в себя кладем. И смотрим, сколько у меня веса. Ага. Загружаем в данный металл. И чуть-чуть нефти. Вот все. Теперь. Креоподируем его. И домой. На Валерку. Какие? Да ладно. Вы гоните что ли? Их нельзя переносить, прикинь. Желудочки эти. И волокно, дерево, солома. Окей. Делаем тогда их здесь. Сначала волокно. Теперь дерево. Соломы чуть-чуть не хватает. Крафтим. Где хоть одно деревце-то? Давай бензопила. Хорош. Сколько они весят? Так же по 2. По 4 килограмма. Лишнее дропаем, конечно же. Все. Теперь точно идем. Надеюсь с этим перекинет. Да-да подстава, конечно, что суповые наборы нельзя перекидывать. Ну благо, что можно их сразу перекрафтить. Я на базе. Так. Возле наш луч. О. Это вообще удобно. Ну давай. И все еще заберем с него. Эм. Я не могу достать. О, отлично. Ох, господа, господа. Ну что? Ящик доставки. 337 урона уже. Так. Ну давай. Ютика томить пойдем. Пойдем искать. Вон вижу, что-то желтым горит. Вот эту штуку с металлом. Будем проверять уже тогда в следующей серии. А сегодня Ютик. Пойдем смотреть, что за лавала. Карнач 140. Аютер. Аютер побежал вниз. 135-й. Что, хватит нам 135-го Ютира? Будет час томиться на баранине. 54 стрелы в него надо всадить. Ну пойдем пробовать. Карначей только убьем сначала. У него аж 3 штуки их. Какой мощный парень. Не лезь. Оно тебя сожрет, блин. Давай, 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 давай. Не подходи, дурак. Там еще один Ютир. Какой левел? 140-й. Ладно. Сжираем 135-го. Будем 140-го ужрать. Крутись, крутись, крутись. Хотя можно 135-го. А он уже, понятно, покоцанный в хламину. Поэтому его того самого. Да развернись ты. Так, надо куда-то шкирануться. Пробуем. Не долетают. Уже побитый, блин. Не получится его тамануть, скорее всего. Да сжирай ты их. Твою дивизию, а. Сжираем. То сдохнем сейчас. Пипец. Иду на базу хилиться. Итак, господа. У меня опять новый день на дворе. Настал. Вчера не получилось записать серию до конца. Там строители дорогу чинят для трамвайчиков. Так, вот это в бронто выложим. Сейчас я быстренько возьму еды и пойдем томить все-таки этого чудесного типа, которого нам нужно притомить. Еще знаете, что нужно? Все-таки как здесь у нас будет... Ну, что-то типа основной базы. Это все-таки место уже. Я отсюда пока не планирую переезжать ближайшие. Ну, серии может 5, может быть 8, может где-то так. То можно поставить неподалеку ловушку какую-нибудь. Попробуем, посмотрим, что с этим получится. Сейчас опять так же. Все, по старой схеме походим, посмотрим, поищем Ютика. Попробую его так тамануть. Если не получится так, то придется ставить ловушку. Либо на Рапторе, либо на... Ну, каком-нибудь мобильном животном, с которого можно стрелять. Заведем его в ловушку. Пойдем луч кутанем. Все по драконим, что рядом с нами располагается. Летающий Рекс. Да твою мать, а! Как обычно. К воде схожу еще. Основные постройки у нас будут на бронтах все-таки. На бронтозаврах. Нужно сделать еще половилку будет. И нужно сделать что-то наподобие кухни. И куда можно будет грядки поставить. Огород нам нужен. Киблы варить надо. Ну и кибловарку еще делать. Поэтому не переживайте. Все постройки у нас будут. Ну, кроме улучшенной половильной печи. Ее, к сожалению, на платформу поставить меньше нельзя. Что весьма и весьма печально. Так, вон вижу ловушка какую-то. А, это база джойстеров. Мы, кстати, неподалеку от них живем. Пойдем посмотрим. Живы они вообще, здоровы? Что-то база не видно. Может быть их база дальше? Да нет, она здесь вроде была. Фиг знает. А может быть не здесь. Я уже не помню. Не важно. Пойдем дальше. Сейчас ни одного ютика, блин. Постараюсь для вас сделать быстрое приручение. Не хочу записывать целый час дополнительно для этой серии. Поэтому приручать буду за кадром. А как животное приручится, то я лечусь. Ну, оглушать будем на запись. 20-го левела ютик. Его сливаем. Кстати, хороший. Ну, хороший в том плане, что он один бегает. Оторвался от своей стаи. Его будет приручить легче. Вот, допустим, сюда наверх забраться, расстрелять его и все. Без ловушки. А вот он, стая его. О, бежит. Единственное, что не нравится. Это у Рексы. Атака слишком маленький радиус. Слишком маленький радиус атаки. Если начинать нападать сзади, то, ну, очень сложно укусить жертву свою. Вот, как так, например. Он сейчас, если не даст мне развернуться, то все. Кирдык. А он этого не даст сделать. Только вот назад идти, если пытаться как-то прорваться. Вот. Видишь, он сейчас просто мне дамажит. И все, я нихера не могу сделать. Стамина заканчивается потихоньку. Сука, как же бесит-то, а? Ну, вот и что с тобой делать? Давай, вот на нейтрал поставим. На нейтрал. Все, давай, теперь сам его грузи. О, нашел выход из ситуации. С гигой такой проблемы нет. Гига под себя кусает. Он кусает всех вокруг себя. О, выводы кабанчиков. И все разные, смотри, такие забавные. Нам бы, кстати, не помешал кабанчик. Но его томить долго. Это для отдельной серии. И нужна будет ловушка. Все-таки. Ладно, че судьбу за хвост? Тягать пойдем к своей базе. Сделаем ловушку какую-нибудь. С ловушкой все-таки будет попроще. Я так думаю, я так считаю. Жаль, конечно, что внутрь этого замка не попадешь. Разрушенного. Вход завален. Гатам движ. Маславицы с кем они? С кабанами. Стая, мэни. И пумбы. Что-то не поделили. Между собой. Охереть кабанов. Но их нужно сжирать, потому что они возле базы прям трутся. База шикарно смотрится. А, это волки. Заходи, говорит, если что. Ну и кабанчики тоже есть. Один был хилер у них в пачке. Ладно, пойду сейчас мясо пожарю. Так, Рекс, по-моему, через эти ворота не проходит теперь. Ему нужно обходной путь делать. Ну, вот здесь специально для таких, как я, есть заход вот такой. Дикая живка так не зайдет, а вот я могу. Оп, и зашел. Все, нормалды. Окей. Жарим мяско. Новая партия. Этого хватит. Это забираем. Такую расстановочку делаем. Бензик заканчивается. Вот это печально. Все хорош. Ну, гниль пускай в холодильнике лежит. Уболтали красноречивые. Все, ладно. Берем тогда вот этого бронтача. Хотя нет, этот у нас с лутом. Ох, я забыл из трансфера все достать. Точно. Пойдем-ка из трансфера доставать все. Блин, буду надеяться, что сутки не прошли. Не хотелось бы потерять металл. Локи, давай. Помчали. Так, переложим гниль. Живи, блин. И это там мясо туда же. Оп, стрелы. Все, короче, строим ловушку. Может быть, томить в этой серии уже не будем, но ловушку точно построим. Сейчас только заберу свое. Нефть нужна. Э, а где мой дрон? Че он опять не на своем месте? Ай, лучше далеко. Блин, еще исчез. Тот тоже исчезнет. Ну ладно, будем ждать тогда новый. По пути тогда пойдем фармить. Дерево нужно. Ой, дерево, камень. Подолблю камня немножко. Волчок, смотри, стоит. Видишь, за углом? Учуял собака такая. Лазь. На Рекса быстро. На вылезь. Мощные какие, а? Нашего Рекса не прокусишь. Наш Рекс не так уж и прост. Вот так я примерно и долбил на бегемота. Запарился. Ну, время было. Че там по весу? Давай-ка тебя возьмем с собой. Многоуважаемый бронтозавр. Давайте быстрее там. Раздупляйте свой шурушер. Что ты делаешь, боссе? Кстати, фотку боссе держите. Забыл совсем про нее. Ну, с камнем хватит. Погнали. Делево перить. Перить дерево. Дерево, 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 дерево. Все, дерево хватит. Теперь солома нужна. Самое простое. Почему самое простое? Потому что очень много влазит в инвентарь. И не нужно каждый раз бегать до Дина. И складывать в него. Ну, давай соломки еще немножко. Ой, соломки. Ну, ты понял. Волокна. Там Лучецкий, кстати. Успеем сходить еще. Еще не вечер. Хотя, блин, уже вечер. На самом-то деле. Идем на базу. Остался только бронтач с перевесом. Все, можно крафтить. Все есть. База будет у нас. База, говорю, ловушка будет у нас. 4 на 4 фундамента. Нет. Давай, 3 на 3 сделаем, окей. 9 фундаментов сейчас сделаем. А там уже посмотрим дальше. Почему только 2 могу делать? Камня не хватает. Камня нужно будет больше. Да, с этим закончили. Потолки нам не нужны. Сейчас сразу делаем вот такие двери. На все. Пипец, как мало у нас всего. На остальное можно вот такие сделать. Что-то большая ловушка получается. Ну, ладно. 3 есть. Еще 9 надо сделать. И теперь остальное все. Вот в такие стенки давай. Либо 3 на 3 большая слишком ловушка. Посмотрим сейчас. Нужно ее в 3 слоя высотой сделать. Хотя бы в некоторых местах. Ну, в принципе, должно получиться. Давай будем пробовать строить. Могу ходить? Не могу. Вот так должен уже ходить. Да. Могу ходить, но очень-очень медленно. Ладно, поставим ловушку с этой стороны. Нам нужно сейчас найти ровное место. Надо было Рекс-то взять какого-нибудь с собой. Ладно уж. Да нет, запасно, слушай. А, еще камень был в Рексе, точно. Как классно с едой. Локи. Соломы еще возьму. Во, камень есть. Сначала здесь покрафтим. Во. Нормик. О, еще 10 могу сделать. Ну, что-то многовато, по-моему. Ну, ладно. Пускай будет так. Теперь я точно ходить не смогу. Перекладываем тогда все в живи, блин. В принципе, этого хватит. Можно дальше не крафтить. Какой-то небольшой размен. Ходить могу, могу. И идем нахрен отсюда. Так, ну смотри, для ловушки у меня есть несколько мест. А что тут далеко ходить, если можно ловушку возгнуть вот прям здесь? Вот поляна, видишь, какая свободная? Прям для ловухи. Главное, чтобы влезли фундаменты везде. Чтобы было более-менее ровное местечко. Вот здесь ровное местечко. Давай, раз. Ну, походу, все. Приплыли. Два. Раз. Два. В принципе, ютик влезет. Да ну, это вообще подстава была, подстав. Так дела не делаются, уважаемые. Ходить могу? Ну, чуть-чуть могу. Локи, Локи, Локи. Ё-моё, я застрял, походу, здесь. Что случилось-то, Локи? Выходи. Давай дальше. Дерево не хватает, волокна. О, аргент за рулем. Пошел нафиг, дурик. Так, есть. Дерево есть. В фунтах, в это... А теперь, что там, это? Это самое. Все правильно. О, есть. Есть. Нет, нет, еще 20 надо. Не хватило. Да. К сожалению, не хватило. Упс-упс. Так, сделаю, чтобы ходить можно было. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я все сломал. Блин. Такая настройка была тактически правильная. Тактически. И все сломалось. Нахрен. Чего? Это самое. Скажи, что хватает. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Все. Все. Идем ставиться. А волчки бегают. Держу в курсе вас. Много уважаемые ребята. Вы спросите, а как же ты будешь выводить из этой ловушки животных? А я вам отвечу. Я пока еще не придумал. На самом деле придумал. Буду выводить при помощи соломенной наклонной крыши. Их буду ставить, когда какое-нибудь животное приручу изнутри. И все. И буду тем самым выводить. Ну тут хватает. За глаза еще и лишнее останется. Бежит, 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 бежит. Ух. Все шесть штучек есть. Так, ну ютик сюда влезет, в принципе. Теперь нужно сделать рампы, по которым буду заводить. Это нужно 9 рамп, примерно. И еще один дополнительный фундамент по центру. Потому что рампы попросят поддержки по-любому. Так, один фундамент делаем. На всякий случай. Волокна нет. А волокно во мне должно быть. Нет, я видимо вот в это бронда положил. Да, здесь волокно. И дерево. И солома нам еще нужна. Здесь есть такой. Хорошо, где рампы? Вот веришь, нет, не по шарам. Вот они. 6, 7, 8, 9. Все. Хорош, готово. Все, выкладываем лишнее в бронда чай. И пойдем уже достроим эту ловуху. Опять, конечно же, на Рекси пойдем. Почему на Рекси? Потому что по-другому никак. И вон, кстати, луч упал. Пойдем сначала до луча. Сначала все выгрузим. Нахрен со своего луча. Данные. Блин, все пропало. Ай, твою мать. Либо я выгружал уже. Я не помню. По-моему, все пропало. Напишите в комментариях, успел я выгрузить. Или все-таки пропало все. По-моему, фундамент выложил. Который нам нужен был. Да, Решкин кот, а. Да как они так ставятся-то? Раз, два. А не, нормально все. Не нужен фундамент дополнительный. Все, вот так заводим. И вот здесь выбегаем. Волчок должен пройти. Блин, вот это тоже неграмотно поставил. Вот, чтобы выбежать. Вот лучше отсюда. Вот это будем открыто держать. Выбегаешь такой, и все. И ютик отсюда не выйдет уже. Выйдет какое-нибудь другое животное. Ну, чтобы другое животное не вышло, сразу закрываешь. И все, и оно не выйдет. Ну, которое больше. Меньше ютик, точнее, не больше. Все, господа. Предлагаю на этой ноте завершить сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр. Эта серия записывалась очень пипец как долго. Я хочу уже ее закруглить и начать следующую. С чистого листа. Все, господа. Приходите к нам на сервер. Ссылка на него, как всегда, в описании под этим роликом. У нас здесь веселуха. Вот такая вот кочевник, выживание, все дела. Вступайте в группу ВКонтакте. Лайк, репост. Не забывайте на колокольчик там нажать. На канал подписаться. Все это нужно сделать. И, конечно же, написать свой комментарий. Если вы хотите попасть в комментарий дня. Или, если хотите, чтобы ваше имя для Дина попало тоже на какой-нибудь Дина. Ну, и, конечно же, в конце ролика спонсоры. Наши спонсоры, дорогие. 8 штучек их сегодня. И сейчас вы их видите всех перед своими глазами. Все, господа. Всем до новых встреч.